Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Надеюсь, что вам меня слышно и видно. Мы едем сейчас в машине, и я не успел доехать до того места, в котором собирался давать урок. Я еду проводить тренинг. У меня сейчас будет прямо тренинг. Начинается 5 дней. Профессиональный бизнес-тренер, профессиональный оратор. Но попробую сейчас провести урок прямо на ходу из машины, что еще раз доказывает, в какую эпоху чудес мы живем. Это просто нереально. И когда человек говорит, что завтра не может быть хорошо, он просто не видит реальности. То есть реалист, реалист, он должен знать, что тот мир, в котором мы живем сегодня, и тот мир, в котором мы жили 20 лет, никто не мог сказать, что будет через 20 лет. Поэтому реалист сегодня должен сказать, я не знаю, что будет завтра, но та скорость, с которой мир развивается и меняется, она доказывает, что завтра может быть все, что угодно. Продление жизни, спустится третий храм, там появятся голограммы, будет путешествие в пространстве. Ну, все, что угодно может быть. То есть мы живем в уникальнейшее время, которое позволяет надеяться и верить, что завтра будет все, что угодно и обязательно хорошее. Я верю, что будет очень хорошо, потому что раньше я не то, что из машины не мог провести урок Торы, а раньше я не мог родителям позвонить по телефону, мне нужно было идти на почту и заказывать разговор через телефониску. Представьте, да? Хорошо, друзья, давайте я сейчас коротко... Во-первых, мне Влад Косов сказал, что я пропустил одну мишну. И получается, что сегодня я скажу как бы полностью вот эту мишну, она вместе идет. И добавлю что-то по вчерашке. Значит, смотрите, первая часть мишты, она звучит, я не помню, кто сказал. Мне сейчас напишут текст, подскажут. Да, Влад Найдет, подпишут, подскажут текст. Но там смысл такой, что Значит, это первая часть смешной. Нету в нашей руке, нету в нашей руке, прям так написано, ни благополучия, понимания, почему есть благополучные злодеи, И нет в нашей руке понимания, почему есть страдающие праведники. А дальше идет Раби, то, что мы вчера учили, Тоже выскочил меня, как его звали. Он сказал так, что То есть, говори шалом первому человеку. И дальше он сказал, значит, говори шалом первому любому человеку. И дальше он сказал, что Кто помнит, что он дальше сказал? На ходу у меня что-то, голова трясется, видно, и мысли не всплывают. Какая была часть вчерашняя, продолжение вчерашней мишны? Нету в нашей... Значит, продолжение было такое. Раби Матья Бен Хараш, он говорил, вот спасибо, Влад. Он говорил, значит, что он говорил? Приветствую, говори шалом первому каждому человеку. И лучше быть хвостом львов, чем головой у лисиц. Все, давайте сейчас я все это вместе свяжу и добавлю. А потом мы повторим. Значит, первая часть, она очень... Раби Аная говорил, нету у нас знания, почему есть благоденствие у злодеев. И нет у нас понимания, почему есть страдания у цадиков. Значит, смотрите, этот вопрос очень сильно разбирается в Талмуде. Вообще, почему к человеку приходят страдания? И там этот вопрос задается в форме, что Маше Рабейну, которому Бог открыл все, как Бог управляет миром, он ему открыл абсолютно все. Но Маше Рабейну в конце ему задал этот вопрос. Почему, говорит, в мире, который ты сотворил, есть праведник, которому хорошо, и есть праведник, которому плохо. И есть злодей, которому хорошо, и есть злодей, которому плохо. То есть Машер Абейну, который знал полностью, как работает мир, ему Бог открыл полный взгляд, взгляд Торы, как все устроено, как все работает, но Машер Абейну говорит, вот я не понимаю, ну вот почему, есть один цадик, праведник, и ему хорошо, а есть цадик, и ему плохо, есть злодей, и ему хорошо, и есть злодей, и ему плохо. Там дальше мудрецы Талмуда начинают рассказывать, что Бог ему ответил, значит, первый из них говорит, Бог ему ответил, это же известно, что Бог ему ответил, Бог ему ответил следующее, Бог ему ответил, что тот цадик, которому хорошо, праведник, которому хорошо, это праведник, сын праведника, а тот праведник, которому плохо, это праведник, сын злодея. И этим объясняется, что они два одинаковых праведника, но на одного накладывается последствия, как карма, поступков его отца. То есть его отец был злодей, и он как бы оплачивает грехи своего отца. То есть на него идет влияние с неба его предыдущих поколений. Начнем это так. Не обязательно это праведник, сын злодея. Но у него, возможно, его душа, есть же вот этот дилгуль, то, что душа возвращается в этот мир. То есть первое объяснение, что на самого цадика и на условия его жизни, на те события, которые с ним происходят, значит, на это влияет очень сильно то, что было с его отцами. Поэтому праведник, которому хорошо, это его праведник сын праведника, праведник, которому плохо, праведник сын злодея. Злодей, которому хорошо, значит, его папа делал добрые дела, как мне один помощник одного миллиардера, он говорит, мы не знаем, почему он миллиардер. Возможно, он сейчас обналичивает заслуги всех своих поколений, которые были до них. Папа его делал, папа его делал, папа его делал, и сейчас он сам делает. Как есть известная история, как у Ротшильда были сыновья. И Ротшильду один там баварский князь оставил всю свою казну, спрятал. Наполеон захватывает, значит, этот город, вызывает Ротшильда и говорит, я знаю, что ты, значит, у тебя хранятся деньги от этого князя, я захватил, отдай деньги. Ротшильд говорит, хорошо, отдает деньги все. И сыновьям говорит, парни, говорит, мы сейчас теперь остались бедными, я отдал не деньги князя, я отдал наши деньги, а деньги князя спрятаны там в тайной комнате сзади. Понятно вам, понятно, но никто этого не знает, что мы стали бедными, продолжаем работать. Продолжают они работать, все, проходит время, он умер уже, Наполеона победили. Возвращается этот князь, вызывает сыновей и говорит сыновья, говорит, я понимаю, что мои деньги пропали, но, значит, что делать, вот, все понимаю. Они говорят, нет, уважаемый князь, деньги ваши не пропали, папа отдал наши деньги, а ваши деньги, которые вы нам оставили на хранение, они так и остались в сохранности. Вот вам ваши деньги. Он говорит, этот князь, ну, говорит, я таких людей. Света Марченко, мы с другой чуть-чуть истории, поэтому давайте про, то есть, история с христианством, я ее не обсуждаю, мы с другой историей. У нас здесь уроки Торы, и мы, как бы, не хотим вдаваться в эти все истории, но давайте не будем писать про Иисуса. Давайте уберем, Влад, убери, пожалуйста, этот комментарий, у нас другая история. Каждый верит, во что он хочет, я не хочу вдаваться в эти истории, но у нас уроки Торы, а не Библия и не христианство. Все. Поэтому вот эти комментарии давайте уберем. Хорошо. Значит, этот князь, он говорит этим сыновьям, говорит, я такой честности никогда не видел, чтобы вот так вы могли спокойно деньги не отдавать, а этим ваш отец, и он доказал, и вы, что вы самая честная семья, и с тех пор Ротшильды обслуживали все царские дворы Европы, потому что это было в заслугу отца, который был очень честный, и там еще был набор заслуг, то есть злодей, которому хорошо, у него были отцы, праведники, и он, несмотря на то, что он злодей, но он обналичивает их, как бы, потенциал духовный на небе, а злодей, которому плохо, это злодей, сын злодея, это первый ответ. Говорит Талмуд, другой мудрец говорит, нет, говорит, я не согласен. Написано в Торе прямым текстом, не отвечают отцы за грехи отцов, не отвечают дети за грехи отцов, поэтому сказать, что праведник, которому плохо, это праведник, сын злодея, нельзя. В Торе Бог сказал напрямую, не взыщу с детей за грехи отцов. Второй говорит, нет, говорит, там же написано в другом месте, что я накажу детей за грехи отцов до третьего-четвертого поколения, а праведникам дам награду на тысячу поколений. Несоответствие, это в Торе написано, Бог сказал, что несоответствие, противоречие. Талмуд говорит, нет, послушайте, это нет здесь противоречия. Написано, что взыщу с детей за грехи отцов до третьего-четвертого поколения, накажу детей за грехи отцов, в случае, если дети делают такие же грехи, тогда я к ним добавлю и грехи отцов, потому что отцы научили детей делать эти грехи, дети продолжают делать эти грехи, хотя могли бы не делать, и тогда накажу до третьего-четвертого поколения. А почему до 3-го, 4-го? Потому что накопительный эффект любого греха на 3-м, 4-м поколении убивает этот род. То есть его потенциал греха становится такой большой, что он уничтожает этот род. А почему написано «не накажу детей за грехи отцов», «не взыщусь детей за грехи отцов»? Это если дети становятся праведниками. Если дети уходят с пути отцов и перестают грешить, тогда потенциал отца на него не влияет. Поэтому, говорит Алмуд, ответит, что причиной того, что есть цадик, которому хорошо и цадик, которому плохо, в поступках их отцов нельзя. Потому что если он цадик, с него не спрашивается за грехи отцов. Он уже цадик, который праведник полный. Он, значит, уже сошел с этого плохого пути. Поэтому это объяснение не работает. Значит, Бог не так, ответил Маше Рабейну на его вопрос, почему есть цадик, которому хорошо и праведник, которому плохо. Тогда Алмуд говорит, но запомните этот ответ, потому что в этом ответе есть очень большой смысл, объясняющий все, что с нами происходит. На сегодняшний день нет таких, чтобы были стопроцентные праведники или стопроцентные злодеи. Поэтому на нас с вами действует потенциал отцов и действуют и их хорошие дела, и их плохие дела. А на наших детей будет действовать, действовать наши с вами поступки. Поэтому очень важно помнить о том, что мы являемся звеном в цепочке передачи вот этой вот поколения. Теперь дальше. Значит, двигаемся дальше. Талмуд говорит второе. А почему, говорит Талмуд, тогда все-таки есть праведник, которому хорошо и праведник, которому плохо. Есть злодей, которому хорошо и злодей, которому плохо. Второй вариант ответа. Второй мудрец говорит. Бог ответил Маше Рабейну так. Он ему сказал следующее. Он сказал, цадик, праведник, которому хорошо, это стопроцентный праведник. Праведник, которому плохо, это не совсем праведник. И точно так же со злодеем. То есть нет человека, который в чистом виде был бы чистым злодеем и в чистом виде был бы чистым праведником. Всегда есть и то, и другое. Значит, тогда Талмуд говорит. Это очень мудрая мысль, которая объясняет многие вещи, которые с нами происходят. Потому что с нами происходят в жизни разные события. И человек говорит, за что мне это страдание? Потому что ты иногда делаешь хорошо, иногда делаешь плохо. И точно так же к тебе возвращается. Иногда хорошо, иногда плохо. Значит, но Талмуд говорит, это не является ответом на вопрос Маше Рабейну, потому что тогда нет вопроса. Вопрос появляется только в момент, если это действительно одинаковые праведники, а получают они по-разному. Один получает хорошо, другой плохо. Тогда, тогда. Поэтому, Марина, не переживайте, это Талмуд. Талмуд, он предусматривает вот это вот глубокое изучение и разносторонний просмотр разных идей. Послушайте в записи. Значит, тогда. Значит, еще раз. Есть первый вариант. Почему есть цадик, которому хорошо, и цадик, которому плохо. Это касается, связано с отцами. Заслудие отцом или грех отцом. Второй вариант ответа, почему есть праведник, которому хорошо, и праведник, которому плохо, это вариант, что это не чистый праведник и не чистый злодей. То есть, у каждого злодея есть хорошие дела, у каждого праведника есть какие-то нарушения. Этот ответ, он не отвечает на вопрос, почему есть праведник, которому хорошо, и праведник, которому плохо. Потому что тогда не было бы вопроса. То есть, вопрос появляется в момент, когда они одинаковые. При том, что они одинаковые, появляется вопрос. Но это, а зачем тогда нужен ответ в Талмуде? Ответ нужен для нас с вами, для слушателей урока, чтобы мы понимали, что с нами в жизни происходит. С нами в жизни происходит, когда человек, у него есть какая-то неприятность, она ему пришла за его плохие поступки. Когда есть у него что-то хорошее, это ему пришло за хорошие поступки. Понятно. И не может сказать человек, я хороший человек, а мне все плохо. Ты хороший человек, но ты иногда делаешь плохо. И злодею, когда мы смотрим на злодея, у которого все хорошо, мы должны понимать, что он злодей, вот как я когда-то говорил про Пабло Эскобара. Пабло Эскобар построил город для бедных, которым негде было жить. И он преступник, который уничтожил там, ну, лично уничтожил, убивал там и наркотики и все. Но был целый город бедных людей с детьми, которые на него молились и которые говорили, «Слава Богу, что есть такой человек, который дал нам жилье и помогает нам деньгами, и в этом городе не брали налоги вообще». То есть, вот это второй ответ, да, почему есть праведник, которому хорошо и праведник, которому плохо. Но в итоге, третий ответ окончательный, Бог ответил Маше Робену, знаете, что он ответил? Он говорит «Я Бог», то есть «Я Бог», я кого хочу милую, кого хочу наказываю. То есть, при всем при том, что я сделал систему управления миром, в котором все запрограммировано, но я остался Богом, который слышит молитву, который близок к каждому, который ко мне взывает, который на самоотверженные поступки человека отвечает чудесами. «Я Бог», и это он ответил Маше Робену, он говорит «Я Бог, кого хочу милую, кого хочу наказываю. Ты не можешь меня впихнуть в правила, по которым все должно быть жестко по системе». Это окончательный ответ Бога. И это то, что нам сказал Раби Анай Энбе Адейн, он говорит «Нет в нашей руке, не понимаем мы». Почему есть праведник, который страдает, и злодей, который благоденствует, не понимаем мы. Запомните это. Это не должно снижать веру человека, потому что обычно вера снижается в моменты, когда человек видит, что вот я делаю хорошо, а мне вдруг не везет. Так ты вспомнишь, что ты вчера делал. И может быть тебе сейчас идет отдача за вчера, а то, что ты делал хорошо, и ты Бога спрашиваешь, а чего я делал хорошо, а у меня сейчас неприятности. Так ты за хорошо получишь через месяц. А то, что ты сейчас получаешь, это отдача за то, что было плохо. Была недавно ситуация, и сейчас мы переходим ко второй части Мишны. Вторая часть Мишны, она говорит «А вы магним шалом ли коль адам?» Говори первый шалом каждому человеку. Я вчера это объяснял, но я сейчас добавлю одну историю, мне жена ее напомнила, это одна из моих любимых историй, которая объясняет, как работает мир. Почему надо говорить шалом первым каждому человеку. Как-то делегация раввинов приехала в Аргентину проверять какой-то мясокомбинат, как соблюдаются законы кошерности. Целая большая делегация раввинов заходили на комбинат и выходили, заходили и выходили, заходили и выходили. И вот как-то они выходят с комбината вечером, и охранник, аргентинец, он говорит «Извините, одного не хватает у вас, вот есть один раввин, он ему пытается объяснить, его сейчас нет с вами, он пришел, а его сейчас нету». Они этому аргентинцу говорят «Какого раввина нету? Что ты хочешь сказать?» Он говорит «Нету одного дедушки такого с бородой». Они посмотрели, посмотрели, а их там было человек 20. Они говорят «Да, одного нету». Где он? Начали искать, искали, искали, искали. Нашли в одном из холодильников, он упал, потерял сознание, у него что-то с сердцем. Его спасли, спасли этого раввина. И потом аргентинцу говорят «Скажите, а как вы запомнили? Для вас же мы все на одно лицо, 20 раввинов, все с бородами». Ну тогда не было еще там по паспортам, переписи и все. Как вы запомнили его? Почему именно его вы запомнили? А аргентинец этот, он им говорит, охранник, вы знаете, говорит, вот все дни он единственный со мной здоровался и прощался. Он единственный из вас мне говорил «Шалом, когда заходил» и «До свидания, когда уходил». И я его запомнил. И когда, и я еще думал, вот какой он человек, что такой важный человек, и мне простому охраннику говорит «Шалом». И когда он уходил, я увидел, что никто со мной не попрощался, и я понял, значит, что его нету, и поэтому я спросил, где он. Вот так «Шалом» простому аргентинцу спас ему жизнь, этому раввину. Поэтому говорил нам Раби Янай, Раби Янай говорил, говори первый «Шалом» каждому человеку. Вспомните, опять же, еще Мишну, который мы изучали, что у каждого человека есть свой шад, свой момент в этом мире, когда он становится для тебя самым важным. И ты не можешь пренебрегать любым человеком. То есть ты должен изначально сеять добро, сеять добро и сказать «Шалом» – это самое простое добро, которое доступно каждому. Сказать «Здрасте», «Шалом», «Улыбнуться». Это самое вот «Рина, Рина», «Шалом», «Шалом», «Виктория Рогова» и вам «Шалом». Понятно, да? Хорошо, вот мы повторили ту Мишну, которую про злодеев и про праведников. Я, чтобы завершить, скажу сама технология Торы, которая очень сейчас уместна. Мы сейчас приближаемся к Роша-Шана, когда будет суд над всем миром. И в этот месяц, вот сейчас Илуль, мы приближаемся, осталось две недели. Мы все готовимся к вот этому суду, когда Бог просматривает все наши поступки, и Он выносит приговор, что будет дальше с нами. И я хочу сказать, хочу сказать вот само отношение Торы к страданиям, как бы технология, да? Технология очень простая. Талмуд нам говорит, что если на тебя пришли неприятности, проверь свои дела. Прямо конкретно. Если пришла любая неприятность, проверь дела. Нет наказания без причины. И если есть у человека в жизни что-то, что его тревожит, что-то, что ему мешает, что-то, что приносит ему страдания, проверь свои дела, говорит Талмуд. Это ты где-то вызвал эту ситуацию в свою жизнь. Если проверил, говорит Талмуд, ты проверил, ты сделал, вот сейчас в месяц илуль нужно понять, что вам приносит в жизни страдания. И ты проверил свои дела, не нашел причину в себе, которую ты же можешь исправить, значит мало учил Торы, говорит Талмуд. Значит ты не знаешь истинную причинно-следственную связь. Ты не знаешь, что такое хорошо, что такое плохо. Ты думаешь, что твои поступки правильные. Ты проверил и говоришь, а что со мной, я все отлично, я не понимаю, почему у меня денег нет. Я все делаю правильно. Нет, ты не делаешь правильно. То есть ты значит, или ты не... Ну то есть что-то где-то все равно причина в тебе. Значит если ты сам не нашел причину, мало учил Торы. Ты не знаешь, что такое хорошо, что такое плохо и как действовать правильно, и что значит грех. Если ты учил много Торы, но в нашем поколении такого нет. Мы не знаем, как работает мир. Мы можем только предполагать, верить, доверять кому-то, полагаться на чьи-то идеи и так далее. Но если ты все-таки мудрец Торы, и ты учишь всю Тору, и ты уверен, что ты все делаешь правильно, то что? Значит Бог тебе дает страдания из любви к тебе. То есть вводится еще один параметр. Он хочет увеличить твою награду, и поэтому он тебе дает страдания, чтобы... Мы дальше будем учить. Липум цараагра. Чем больше страданий, выполняя волю Всевышнего, тем больше награда, и будет у тебя совершенно потрясающий рай особенный. Будет у тебя грядущий мир невероятный. Но это только праведники, которые осознают, что Бог им дает страдания, и для них это не страдания. И это был мой личный ответ когда-то, когда я изучал эту тему, то я для себя сделал ответ такой, что праведник, которому хорошо, это праведник, который любит те страдания, которые на него приходят. Потому что нет жизни без страданий. Все равно приходят каждому человеку какие-то в жизни ситуации, которые ему не нравятся. Праведник, которому хорошо, это тот, который любит свою жизнь. Праведник, которому плохо, это тот праведник, который страдает. Может, он за других страдает. Например, очень многие праведники, они просто Равкук, когда, например, был еврейский погром в 29-м году в Хевроне, когда погибли ученики Ишивы, которых убили страшной смертью, он упал, потерял сознание и заболел. То есть он настолько переживал чужую боль, что праведник, которому плохо, это, возможно, праведник, который переживает чужую боль, который страдает за мир, который пока не исправлен. Праведник, которому хорошо, есть известная история, когда трое мудрецов, Раби Атива, еще двое, стояли возле разрушенного храма и по храму бежала лисица. И двое мудрецов плакали, а Раби Атива смеялся. И эти, которые плачут, говорят, как ты можешь смеяться, смотри, храм разрушен, бегают лисы, ревляне запахали Иерусалим, вообще, евреям там жить нельзя, вообще. И они стоят, рыдают. Раби Атива смеется, ухохатывается, говорит, это же отлично, говорит, вот же есть пророчество, что в том месте, где был храм, будут бегать лисы, там, он назвал из пророков какой-то стих, а потом там будут смеяться старики, смеяться младенцы, и, значит, опять Иерусалим будет заселенный. И он говорит, я смеюсь от того, что раз сбылось вот это пророчество, что будут бегать лисы, значит, сбудется и второе пророчество, что Иерусалим будет отстроен и придет в Машиях, и все будет великолепно. Весь вопрос, как ты смотришь на мир, как ты смотришь на себя, я вам желаю, чтобы, первое, чтобы мы сделали раскаяние перед Рошашана обо всех своих ошибках, которые мы делали по незнанию, я считаю, что все грехи, которые люди делают, они делают по незнанию, они просто верят не в то, верят, что они делают правильно, все хотят, чтобы было хорошо, просто, ну, не знают как. Как тоже написано в Талмуде, что человек грешит только если в него вслился дух глупости. Именно вот в нас очень много через интернет, через телевизор вселяется духа глупости, и мы можем иногда из-за этого делать ошибки. Я всем советую раскаяться в своих ошибках, принять на себя очень хорошее перед Рошашана обещание в следующем году, учи Тору, каждый день увеличить, просто увеличьте изучение Торы на полчаса, на час в день, и Тора, которая будет в вас входить, она вам поможет выстроить свою жизнь по Торе, а это значит, что будет во всем хорошо, гармония, прямо во всем будет хорошо. С Божьей помощью, я вам желаю прекрасного года и удачи и успехов. Все, всем удачи и успехов, счастливо. Обязательно сделайте свои выводы, зафиксируйте то, что для вас открылось в этом уроке, зафиксируйте, запишите, пожалуйста, в комментарии свои выводы, поделитесь своими выводами, уже от себя расскажите кому-то, повторите завтра, и тогда эти выводы, это будут семена, которые прорастут в вашей жизни невероятными плодами. Обязательно сделайте выводы, зафиксируйте то, что для вас открылось в этом уроке Торы, и я стараюсь передавать то, что открывается мне, изучая Тору, а через меня, опять же, Тора двигается к вам, и зафиксируйте, что открылось вам, и поделитесь, чтобы сохранить. Тот, кто изучает, чтобы обучать, тому с неба помогут и изучать, и обучать. Все, спасибо большое. Для меня самым большим спасибо будет ваш вывод. Вот если вы хотите мне сказать спасибо за урок, то вы лучше тогда не напишите мне спасибо, а напишите свой вывод из этого урока. А если три напишите, это будет как три раза. Спасибо, спасибо, спасибо. Все, вот лучше не благодарите за урок, напишите свои выводы. Все, пока, удачи, успехов. Спасибо.